Интерактивная инсталляция FEM Blaster 2.0 от дуэта Мишаня – это игра с нашим слуховым восприятием. На вернисаже выставки «Открытый музей-2020» художники демонстрировали, как функционирует придуманная ими система. Голос человека, говорящего в микрофон, преобразовывался в режиме реального времени самим художником через компьютерную программу. Полученный результат зрители слышали через колонку, установленную на черном обезличенном манекене. Если говорящим был мужчина, то его голос преобразовывался в женский или детский, либо даже просто становился на несколько тонков выше или ниже. Таким образом, слыша только конечный результат, мы ожидали увидеть перед собой иного человека, а не того, кто на самом деле произносил слова в микрофон. Таким образом, инсталляция была нацелена на то, чтобы разрушить стереотипы, которыми зачастую руководствуется человек, составляя только на основе голоса портрет говорящего. А сейчас мы предлагаем вам к просмотру видеодокументацию, специально снятую дуэтом Мишаня в период самоизоляции. Задумывались ли вы, как именно голос влияет на ваше восприятие информации, как он конструирует образ человека, определяет ваши к нему отношения, уровень влечения или отвращения, успокаивающий голос матери, строгий доминирующий тон отца, уютные и милые бабушки, магический, притягательный и низкий голос Камбербэтча, сексуальный Скарлетт Йоханссон. Как мы слышим людей, которые не попали в нужный диапазон? Какие физические характеристики приписываем им заочно? Испытываем ли мы трудности в восприятии их самих и того, что они говорят всерьез? Каким должен стать мой голос сейчас, чтобы выиграть эту культурную и биологическую гонку и удержать ваше внимание до конца презентации? Согласно исследованиям антропологического факультета Вратславского университета Female Voice Frequency in the Context of Dominance and Attractiveness мы с точностью можем сказать, что низкие женские голоса с частотой от 184,6 Гц однозначно маркируются как доминантные, а привлекательность женщины возрастает с повышением высоты ее голоса, но резко падает сразу после 262 Гц. То же самое можно сказать и про мужчин, чья высота голоса колеблется от 130 до 300 Гц, то есть обладателях высокого песклявого голоса. В ходе исследования было выявлено, что люди постоянно ассоциируют высоту голоса с возрастом, телосложением, характером, сексуальной привлекательностью и в случае мужчин уровнем доминирования. На выставке представлен новый прототип устройства Femblaster версия 2.0, улучшенный внешний вид, естественное звучание, возможность тонкой индивидуальной настройки, портативность и высокая эффективность. Фемберс 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 Фемберс